Здравствуйте, дорогие друзья! В моей голове внезапно возникла идея, а что если взять и соединить технологии 90-х или даже 80-х и все это дело скрестить с современным временем? То бишь, можем мы использовать ли генеративные нейросети для того, чтобы быстренько создавать код для DOS, компилировать его и по сути делать готовые программы? Потому что DOS, но чем он плох? По сути, DOS до сих пор можно использовать во многих сферах. То есть, то, что касается чего-то простого, какой-то одной задачи, до сих пор можно использовать DOS. Так вот, можем мы использовать DOS, например, для наших целей сейчас и насколько быстро мы можем что-то написать с помощью DOS вообще? Давайте как раз-таки сейчас это все и узнаем. Что нам для этого нужно? Нам нужен, во-первых, эмулятор DOS. Мы можем использовать DOS Box X, допустим. Я считаю, DOS Box X очень достойный эмулятор. Вот можете даже посмотреть на официальном сайте скриншоты, скачать его. Хорошее очень решение. То есть, здесь что решается? В отличие от обычного DOS Box, эмулятора DOS, здесь у нас есть доступ к конфигурации из меню. То есть, можно из меню быстренько настроить необходимую нам среду для запуска DOS приложений. Можем его использовать. Можем использовать классический DOS Box. DOS Box X основан на обычном DOS Box. Тоже хорошая среда для запуска DOS приложений и для игр в частности. Но мы сегодня пишем простую игру. Поэтому, в принципе, нам особенно графический интерфейс не нужен. Никакое там ускорение, ничего этого дела не нужно. Поэтому мы можем использовать вот что. Можем использовать VDOS. Это новая программа, то есть новая среда, которую я обнаружил буквально недавно. Можно скачать быстренько и запустить его. По сути, это заменяет Command.com, который у нас был еще, знаете ли, в 90-х. И можно быстро запускать DOS приложения без какой-либо настройки. Без конфигурации, без ничего. Но напоминаю, что в этом случае можно запускать только простые приложения DOS. Только простые, то есть текстовые в основном. Но нам для наших целей вполне достаточно. Итак, нам нужно это. Потом нам нужен Turbo C. Turbo C – это компилятор, с помощью которого мы будем собирать наше приложение. То есть, будем преобразовывать исходный код в готовый код программы. То есть, Turbo C можно скачать. Где его скачать, можете сами найти. Потому что, ну, как вы понимаете, дело такое. Скачать можно просто по Google и найти необходимый нам бинарник, то есть файл. Для генерации кода что мы будем использовать? На самом деле опций просто очень много. Можно использовать тот же просто ChargeGPT. Можно его использовать. Можно Copilot использовать. Можно еще что-то использовать. Короче говоря, решений очень много. Но сегодня будем использовать Warp. Warp – это терминал. То есть, терминал, но с добавлением искусственного интеллекта. Я его недавно начал пробовать и активно использовать у меня в среде как в Mac, так и в Windows. И эта штука реально крутая. Это не реклама ни разу, но мне просто реально очень понравилось. Пока что привыкаю к нему, но уже очень функционально работает. И наши цели прям вот так вот отлично работает. Итак, начнем непосредственно с настройки всего этого дела, с написания кода. Заходим в Warp. Вот у меня уже он в одной из директорий находится. Собственно говоря, можем это все дело видеть. Давайте перейдем в папку необходимую нам. У меня эта папка называется TC. Я скачал TurboC в определенную папку, которая называется VDOS. И TurboC поместил просто в эту папку. То есть VDOS – это абсолютно простая среда для запуска DOS в приложении. Я сейчас вам ее тоже покажу. Вот она запускается так. То есть просто одно окно, и все. Мы уже в DOS. То есть никакая настройка не нужна в принципе. И все происходит ровно в той папке, куда вы скопировали и разархивировали VDOS. Так вот, VDOS.exe. В папке TC у меня хранится TurboC, который вы тоже должны были скачать. Как только вы его скачали, заходим в TC. Значит, папка TC. И просим написать непосредственно код. Код будем писать на языке C. Так вот, что мы попросим написать наш замечательный Warp. Значит, write me a word guess game using C for DOS. Попросим его использовать в простой библиотеке. Use standard libraries. Да. Думаю, в принципе, достаточно. Сейчас посмотрим. Если что-то не сработает, мы скомпилируем. И если какие-то ошибки будут, перепишем это все дело. Вот давайте попросим вот здесь нам собрать эту программку. Word guess using C for DOS. Вот, просим. Сейчас узнаем, что из этого делают. Значит, use standard C libraries. Implement simple word guessing game. Use DOS compatible functions. Shows the progress with hidden letters. То есть, вот он написал процесс. И сейчас он нам будет писать непосредственно код. Собственно говоря, все шаги, которые он будет нам делать для создания этого нашего программного продукта. Сейчас посмотрим, что из этого получится. На самом деле, видите, в какую эру мы живем интересно, что можно попросить в терминале собрать нам какую-то простенькую программку и все, пробовать, дальше ее дебажить, то бишь, исправлять. И, собственно говоря, все. Смотрим. Получается, что include, стандартные библиотеки, значит, главные функции, собственно говоря, логика приложения. Здесь у нас какие-то слова должны быть прописаны. Надо посмотреть, какие слова есть. Сейчас у нас там несколько попыток еще есть у него. Так, есть ли тут список слов? А, еще виселицу, видите, он не реализует. То есть, если не угадываем слова правильно, он еще там рисует виселицу. То есть, все в классике жанра. Так, а слова-то сами где? Сейчас надо найти. Слова сами должны быть... Ну, давайте попробуем. Тут я не знаю, не вижу самих слов. Вон должен быть список слов. Ну, ладно. Apply changes. Нажимаем здесь. Либо Enter. Должен создать наше приложение. Все. Собственно, он говорит, что нам нужно сделать. Какие действия. Что-то я просто слова эти не увидел, но думаю, они там будут. Просто я не увидел в самой завернутых функциях, где-то он должен быть. Можем попросить его потом переписать код, чтобы он выглядел более наглядно. Но давайте просто посмотрим, вообще собирается ли оно или нет. Запускаем наш видос. Значит, dir, что у нас тут есть? У нас есть TC. CD TC. Смотрим, что у нас здесь. Значит, word.game.c получается вот. Word.game.c. Вот сейчас мы это все дело откроем. Значит, TC. А потом здесь у нас, значит, bin. И bin снова набираем TC. То есть, Turbo C. Так, у меня здесь еще, на самом деле, много всего. Давайте нажмем F10. Выберем файл. Open. Ну, то есть, F3 стандартно, да? Давайте выберем здесь, что у нас тут? Табуляцию. Переходим сюда. Мышки нет. Приходится поэтому использовать вот клавиатуру стандартно. Помните, как у нас там F10, F3, F4. На самом деле, я люблю все эти шорткаты, то бишь ярлыки, но порой непривычно. Вот оно, word.game.c. Вот его смотрим. World.game.c. Game.for.dus. Comparable.gust.urbo.c. In.dus. Значит, снова переходим F10 в наше главное меню вверху. И пишем compile. Смотрим, что получается. Errors. Ноль. Прекрасно. Parameter word is never used. Там есть warning, но при этом все нормально, да? Run. Ага. Compile. Warnings. Ну, короче, один warnings, но errors при этом нет. Так. Не срабатывает. Давайте что сделаем? Мы можем все это дело напечатать и посмотреть ошибки, которые приводят к тому, что мы не можем его собрать, то бишь скомпилировать. Нажимаем print. И что интересно, он реально перенаправляет события печати непосредственно в нашу операционную систему. Ну, вот, значит, открываем. Значит, Microsoft Print, PDF, Print. И куда-нибудь там на десктоп пускай будет DOS. PDF, save. Открываем. Что у нас получается? Собственно говоря, эту строчку возьмем, скопируем и скормим нашему ворпу. Вот. Мы говорим им вот так. Дружище, посмотри, что здесь не так. Значит, parameter word is never used. Сейчас посмотрим. DisplayWord, we are not using the word parameter, we are not using the guest parameter. Let's fix by modifying displayWord. Короче, меня это одну с функцией. И сейчас нам, собственно говоря, должен выдать правильный код. Значит, он говорит, окей, я перепишу некоторые концепты здесь. Значит, вот, if guest, print, да? Ударил одну строку и добавил несколько новых строк. Все. Другой я больше ничего не менял, да, здесь. Окей. Берем Enter, либо Apply Changes. Все. Должен поменять прямо сейчас. Address. Все. Теперь оно должно правильно работать. И давайте откроем обратно видос. На самом деле, я не знаю, оно это все перезагрузило или нет. Мне кажется, оно не перезагрузило. Поэтому давайте сделаем Alt-X. И снова зайдем. Потом F10. Вернее, можем сразу F3 нажать. Потом перейдем сюда, Files. Wordgetting, значит, C. Сколько у меня, видите, окон раздах пона открытая. Надо, на самом деле, разобраться, как переходить между ними, потому что 1, 2, 3 не работает. У меня это не срабатывает что-то. Надо разобраться. Просто реально эту среду давным-давно не использовал. Сейчас в 90-х. И то в 90-х я использовал Basic. Итак, GTF10. Пишем здесь, вернее, Compile. Compile. Ого, Error 26. 26 ошибок. Too many error warning messages. Давайте опять снова сохраним это все дело. Так, значит, print. Значит, надо либо разбираться с этим всем делом, либо просить наш прекрасный Warp все это дело исправить. Естественно, мы будем по простому пути идти сейчас. Значит, Dose 2 сохраню. И, честно, мы это все скормим. Скажем, дружище, а ты наошибался здесь нереально. Тут все, значит, куча ошибок. Копируем и вставляем в Warp. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Can you fix my C-code there? Так, говорит, неправильный фикс был. Ну и что, сейчас он правильно сделает его или нет? Сейчас посмотрим, что он в итоге сделает. Ну, видите, то бишь, порой пишет код неправильно, потом сам же его исправляет несколько раз. Чтобы лучше разбираться, что-нибудь... Да, а походу он реально один импорт забыл, да? Какой-то из импортов забыл, и поэтому не срабатывал. C-type H. Давайте apply changes. Так. F10. Compile. Declaration is not allowed here. Что-то у нас сваря было сам. We need to move the declaration of what you found in the beginning of the function. Короче, в начало функции нужно что-то поменять, сдвинуть, и тогда, значит, оно будет работать. I should move this to line to 23. Ага. То есть у него здесь что-то не так. Сейчас он сдвинет, и, может быть, после этого он должен заработать. Secret work programming. Тут что-то... Что-то все равно не так. Ну ладно, давайте запишем это все дело. Так, он все перезаписал. Давайте снова попробуем. Compile. Compile. Вот. Скомпилировал. World Game C. Пускай будет run. И run. Все. Значит, World Guessing Game собрался. После двух-трех неудачных попыток мы его поправили. Сказали, что нужно сделать. Логику я вам показал. Показывайте. Либо сами исправляете, вот. Либо показывайте, значит, компьютеру, чтобы не так было. Так у нас отобразилась уже виселица, ее начало. Слово такое. Давайте пробовать буквы L. L, говорит, там нету. Видите, начинает рисоваться виселица. Осталось попыток пять. Пускай будет R. Снова. Значит, R там есть. Потом G. Так, и G там есть. Собственно говоря, вот что и получается в программе. Но он только одно слово туда воткнул. Как я и сказал, там в программе secret word было одно. И вот он его использует. То есть там больше ничего нет. Соответственно, A тоже скажет, да, A там есть. M есть. E есть. N есть. P есть. EO есть. Congratulations, you guessed the word programming. Please indicate to exit. Вот и все, собственно говоря. Смысл вы поняли. Мы можем брать и модифицировать нашу текущую программу, как мы хотим. По сути, менять, просить менять какие-то параметры, добавлять параметры, удалять. То есть, в принципе, логика очень интересная весьма. То есть можем с помощью warp довольно много чего сделать под DOS. Иногда он косячит, иногда не понимает. Нужно его корректировать. Но, тем не менее, получается так, что мы можем эту среду использовать в том числе для того, чтобы быстренько набросать какую-то старую, скажем, набросать программу. Даже в старой среде, такой как DOS. Но это реально круто, по-настоящему классно. Я уж не говорю, что мы можем потом сказать ему, возьми, преобразуй это все в питоновский скрипт, допустим. Правильно? Можем? А можем, по сути. Можем сказать ему вот что. Instead, write Tinker UI plus Python script based on that code. Based on that scenario. Короче говоря, написать правильные запросы. Потому что почти весь успех зависит от правильности запроса. Насколько мы его точно спормируем. Видите, я ему сказал, напиши какой-то word guessing game. И он использует только одно слово. Потому что решил, ну, достаточно. Потому что нейросетия тоже ленивая. Она не будет много думать. Она сделает вот так, что ей наиболее просто. И все. И готово. А, собственно говоря, если попросим, давайте скажем, use five words scenario, word guessing game, use five words there. Он перешел в другой режим и стал воспринимать напрямую команды. То есть нам это не нужно. Начину вернуться снова в режим запросов. Start scope. Python. Он проверил версию Python, которая у меня есть. Использует хинтер UI. Значит, да, Python у нас есть. Все он проверяет. На самом деле уже несколько программок простых написал с помощью UI и Python. Все. Пишет им импортазис. Provider reference. Task description. Да. Значит, постепенно он думает. На самом деле я не знаю, что он долго думает. Обычно он меня гораздо быстрее создает. Сегодня что-то он это туго дум прям. Так, создает task description. Да, порой, видите, сюрпризы на каждом шагу возникают, когда используем искусственный интеллект. Порой он вот такие шедевры выдает. Раз, раз и все. А порой ему нужно долго думать. Во! GameLogic. Прописал всю логику. Все он рассказал. Что он должен сделать. Сюда project structure, word guessing game. Да. Что-то они новое добавили в последней версии. У него, видите, уже появилось какое-то размышление здесь. Build UI. Значит, label, text, label to show you slaters, label. Хорошо. Run job. Пускай будет здесь. Пускай создает нам. И, видимо, создаст он ее в той же папке. Все. Прописал UI. Использование, значит, с клавиатурой вот текста будет. И, собственно говоря, он ее, где он ее. Видимо, должен был уже ее поместить непосредственно в папку. Видос. Наверное, здесь вот у нас есть уже. А где? Или в TC? Вот. Word guessing game.py. Все создало. У нас, давайте посмотрим, что за код. Notepad class plus. Вот. Word list он создал. У нас разные, значит, уже слова. В принципе, я думаю, это будет весьма интересная тоже программка. Ну, в питоне, конечно, гораздо более понятнее. Все сразу видно. В том плане, что попроще. Весь куча разных циклов. Все как в сишке. Ну, чего мы хотели. Запускаем. Смотрим. Вот. Смотрите, что. Тут у нас уже без виселицы. Но гораздо более приятный интерфейс, скажем так. Давайте свернем это окно. Но с питоном давайте введем букву G, допустим. Это G is not in a word. Нету там такой. Пускай A. Тоже нету. Попытки осталось 4. Пишем C. Тоже там нету. А, нет. C есть. C, потом E. Нет этой буквы. А, нет, есть. Потом L. Попытка. Там нету. F. A. Germany tries to. По-моему, там только что было 2. По-моему, посмотрим сейчас V. Нет, одна уже осталась. Попытка. Может быть, M. Коман-дер. О. А, уже было, да? Я уже использовал. Коман-дер. Компьютер, слово было. Проиграли. Короче говоря, смотрите. Вот такая прикольная игрушка получилась. Буквально за 10 минут можно набросать. И под DOS, и под Python. Я вас уверяю, под другие языки программирования. По сути, мы даже толком ничего и не давали. То есть, мы не давали никакой информации в наш промпт. Мы сказали, создай какую-то игру. Используй 5 слов. Ну, вот он 5 слов создал. В тот же самый дикшнер, я могу добавить дополнительные слова. И после этого, естественно, будет оно гораздо более интересное. Наше приложение. В кавычках приложение. Спасибо за просмотр. Вот такой вот у меня сегодня был эксперимент. Хотелось попозиться с DOS, создать какую-то простенькую игрушку. Ну, в общем-то, все. Пишите в комментариях, пожалуйста. Если вам такие эксперименты интересны. Потому что у нас довольно много чего еще можно что-то разобрать. И не только по написанию кода, вот так вот быстренько. Но в том числе и про безопасность компьютерную. Будем смотреть разные варианты. В том числе у меня анализ трафика есть. Видео несколько по этой теме. То есть, весьма много всего интересного. Ну, конечно, про тестирование. Основная тема моя – это тестирование до сих пор. Потому что я этим интересуюсь. Я в этой сфере борюсь. Поэтому вот любые вопросы на эту тематику только приветствуются. Ставьте лайк, подписывайтесь и всем пока.